привет мои дорогие девочки у нас сейчас с вами будет предсказание мы будем делать такой прогноз на деньги этой весной 24 года и гадать мы будем на золотом таро густого климата но кстати очень кто увлекается таро она очень хорошо но по крайней мере не помогает послед здоровье и именно финансы девочки вообще безотказно поэтому кто гадает сам присмотритесь к золотому таро густого климата это такая вот классика скажем так и давайте с вами на 4 варианта разложим предсказание делаем на деньги в двадцать четвертом году весной давайте посмотрим что кого ждет по деньгам мы будем смотреть чего опасаться как деньги будут идти легко ли трудно и вообще вот деньги все и посмотрим у нас четыре варианта может даже вот просто интуитивно не особо выбирая тыкнуть в какой-нибудь вариант девочки и вот это то что вот прям идет к вам когда вы особо не задумываетесь принимаете какие-то решения вот что такое давайте посмотрим делаем предсказание на деньги весной двадцать четвертого года ну что поехали 1 2 3 4 1 вариант предсказания на деньги но девочки я вас здесь поздравляю колесо фортуны выпало вам это очень хорошая карта это говорит о том что вам этой весной будет вести и это будут девочки еще такие нереальные возможности особенно это будет касаться тех кто что-то заканчивает этой весной допустим если у вас заканчивается контракт на работе я вам скажу что вот прям целую весну красиво напишите резюме и отправляйте отправляйте постите постите скажите всем что вы ищите работу там если вы хотите сменить свою работу если же не хотите сменить девочки вообще тут может быть карьерный рывок у вас на работе если вы как говорится на кого-то работаете если это бизнес у вас то это тоже хорошее время для того чтобы что-то закончить что вы шатко не шатко не валка вели да и например начать что-то новое либо еще как вторую деятельность какой-то поэтому этой весной вот прям знаете дороги вам все открыты давайте еще посмотрим дальше на деньги это вообще вот тот шанс ваш не то что изменить свои свой денежный там канал и все остальное а начерпаться с него много сделать какой-то задел это то же самое что вот прям этой весной яблоню какую-то грушку посадить да это чтобы у вас будет колоссально плодоносить поэтому девочки задумайтесь над тем чем вы занимаетесь ничего не бойтесь у кого-то может сразу вот прям деньги даже идти в руки даже не задумывать это у нас получение какого-то наследства неожиданного получение премии карьерный рост это ну короче много чего хорошего вас ждет это какой-то даже переломный момент в вашей жизни задел на многие года так как это 10 старший аркан колесо фортуны это старший аркан который кармический он выпадает как задел на что-то новое и вообще весной вы будете везучие девочки единственный момент кому-то это будет очень быстро даваться кому-то немножко там с какими-то сложностями через неуверенность себе до через какие-то затыки небольшие но вы все равно идите к своим целям живите полной жизнью ну короче готовьте девочки очень классная классная весна вообще для ваших денег для денежного канала денежки сами королевам пентаклей выпало но сказать что это ведьмовской расклад я конечно скажу потому что это ведьмовской вы либо ведьма которая очень хорошо владеет деньгами либо вы уже богаты либо станете очень богаты кстати очень богаты это по сравнению со всем вашим окружением то есть это зависит даже от окружения которым вы находитесь королева пентаклей вы сами ну короче это ваш рассвет и вы сами всего этого добьетесь и даже если вы не особо будете это добиваться даже будете лежать на диване все равно к вам ползет кошка на спине у которой будет мешочек с золотом скажем так или золотые лапки то есть ну короче они все равно вам будут идти чем больше вы даже будете стараться этой весной тем больше вам придет вообще королева пентаклей колесо фортуны это нереально круто понимаете давайте еще на деньги посмотрим от кого это идет это от кого это у нас идет короче смотрите кто вас тормозит чтобы вы понимали и кто вас будет тормозить и кто вам будет завидовать этой весной вашим успехом или вот у вас даже будет такая вот аура прям золотая есть такой цвет у ауры золотой кстати и вот смотрите и даже когда вы сами не будете этого чувствовать ну то есть будет какое-то предскушение праздника но будет праздник у вас но предскушение как самого у вас именно не будет но это предскушение праздника угадайте у кого будет у ваших близких да и тут вот нашла коса на камень почему потому что девочки тут вот вот то что вы получаете этой весной не будет радовать кого-то из вашего супер ближайшего кровного окружения ваши кровники некоторые не будут рады вообще ничему что вы будете получать манну небесную понимаете почему вам а не кому-то а вот мы тут бедные а ты богатая короче я что вам советую этой весной даже если вы не будете замечать этих завистников и вы свято верите что все у вас завистников нету родные желают вам добра может быть не спорю девочки но но не давайте в долг своим родственникам этой весной просто забудьте про то что вам надо давать в долг своим родственникам и я вам даже желаю чтобы вы вот понимаете если вас кто-то попросит и вы даже можете определенную сумму своим родственникам дать не давайте пожалуйста не давайте почему потому что это идет от зависти и это идет от двуличия даже смотрите вроде бы кубки но это десятка кубков понимаете и это ваша десятка колесо фортуны выпала понимаете а вот это пятерка кубков она в золотом второго густого клиента это двуличия карта то есть кто-то будет либо вот так вот в кавычках радоваться вашим доходом или предвкушать ваш какой-то праздник и они заблаговременно но даже заблаговременно не назовешь благо завременно воду будут как-то вас либо науськивать либо просить деньги у вас либо одолжить либо дай ну что тебе стоит все такое я бы даже знаете что даже вещи свои вашим родственникам не давала бы то есть ну не давайте поносить свои скажем так там платьица босоножки и шубки и все остальное вот потому что вот они как-то не будут рады и будет двуличие понимаете вот тут вот десятка кубков это я улыбаюсь да да классно классно хорошо на самом деле я чё-то я очкую вот тут вот карта идет да то есть ваш родственник кровник ваш кровница вообще не будет рада этому и или придется чем-то делиться девятка мечей понимаете это вот из разряда такого вот из моих знакомых что лишали наследство лишали а и не учли от того что от тетки оказывается может что-то остаться и пошли к нотариусе уже такие дом на себя оформлять этом хоба 0 0 там 8 процентов или сколько часть доли части и переходит там племянником понимаете и тут вот эта наследница а прифигела одни радуется она грустит и потому что как у неё отнимают хотя она вот как-то вот кровненькие тут идут кровники которые не будут рады тому что у вас нарисовывается этой весной поэтому вдох не даем я бы даже сказала резко где-то очерчиваем свои круги какая вы бы добренькая или например там помогающие не было вот прям считайте свои деньги и родственникам не давайте знаете есть такие дни благотворительности скажем так и и в весной этих дней благотворительности в вашем графике нету для для того чтобы вы вертелись в этом колесе фортуны понимаете время заниматься собой они проблемами своих кровник кровников и скромниц понимаете зависть тут идет ужасная зависть гадость такая лицо улыбается двуличная какая-то а за спиной вот прям аж не может давайте еще посмотрим деньги весной до девочки будет короче очень большая зависть идет тут еще выпало смотрите 11 старший аркан это у нас аркан силы идет а вообще-то тут вот дурак написано даже на карте дурак это как я обычно говорю там наведенная порчи какая-то возможно на вас даже и будут что-то пытаться с вас какую-то не то что поиметь даже да а вот специально желать вот гладости какой-то конкретно желать причем эти люди я вам сразу скажу они видят вот эту королеву пентаклей которая выпала у вас понимаете они видят ваше ведьмовство что что вы ведьма что вы си даже вот может не видят ритуал этом всякие да но вот они то что вы такая вот сильно энергетически они там видят понимаете и и чем больше вы будете этих кровников к себе подпускать тем будет хуже для вас это может вас могут реально как обвести вокруг пальца сознательно вот понимаете врать вам лгать вам и пытаться обвести вас вокруг пальца девочки поэтому что мы делаем во первых если вы занимаетесь магией пожалуйста занимайтесь еще и чистками тоже этой весной смотрите можно до спаски одно сделать потом ближе к варпульгиевой ночи да даже вот можно в мае сделать тоже хорошую чисточку себе защиты ставит какие угодно можете мои дорогие ставите защиты на удачу какие-то себе вещичек и прикупить девочки вот именно на удачу подумайте что вам надо для удачи так мне для удачи вот прямо в голове она возникнет что вам надо вам просто надо потом эту вещь найти как говорится в этом материальном мире остерегайтесь кровников и кровниц потому что отсюда идет не беда но гадость идет конкретная гадость поэтому вообще ни рубля ни доллара ничего мы не даем и вещи девочки даже вот смотрите сейчас обычно идет такое что мы разгружаем шкафы либо перевешиваем там еще такие какие-то ненужные вещи и туда сложите их пакет в кладовку какую-то и никому ничего не отдавайте родственникам и в первую очередь я имею ввиду понимаете гадость тут идет от родственникам вы стоите вы конечно вы стоите тут два сильнейших таких вот две сильнейших карт идет королева пентакли у которых руках колесо фортуны понимаете но можно просто вот огрести по хвосту от почувствовать зависть понимаете 5 . она вам надо она вам не надо вот такие дела а что еще по деньгам давайте глянем а еще что по деньгам вы тут скажете королева мечей все за это зависница девочки идет кровница зависница выпадает это выпадает что будете делить деньги с кровницей зависницей вот и все не надо вам это не влезать никакие эти товарно-денежные отношения со своими кровниками кровницами все благотворить лавка по благодарительности закрыта до лета осенью там зимы на новый год подарки можете подарить до следующий но сейчас надо заниматься собой дальше вообще вот кто занимается какими продажами девочки все остальное неплохой неплохая весна идет единственное что я вам хочу сказать вам надо привести еще какие-то свои документы в порядок чтобы у вас как говорится было не предреаграции ли чтобы вы готовы были потому что смотрите может там не то что там сломаться касается что-то неправильно вот может пойти по это по цифрам какими можете ошибиться в деньгах там тоже очень смотрите на это чтобы у вас ничего такого не было если вы работаете на работе тоже бойтесь завистников да если вам дают премию не говорите о ней и либо если уже будут говорят что сколько тебя я так надеялась там три раза больше да а мне дали какие-то копейки ну короче поменьше все говорите а вообще весна у вас удачно идет и пусть и короче вот у пальчики за вас еще держу чтоб у вас все было хорошо но вот это пред такое у нас предсказание второй вариант давайте смотреть мои дорогие второй вариант предсказания на деньги весной смотрим что у нас а у нас девочки у нас туз пентаклей единичка пентаклей что к чему она идет девочки это такое вот можно сказать что посеешь что и пожнешь весна время сеть и потом этот год следующий год еще года вы будете пожинать что вы посеяли именно этой весной поэтому девочки если вы развиваете свое хобби зайдите страничку в инстаграме новую какую-то чем вы вы хотели бы заниматься просто ее заведите пусть она будет даже если вы ее не хотите особо сейчас вести она вам не особо сейчас надо да но потом вот записав логин и пароль она будет такая удачная очень тоже касается других каких-то соцсетей там канал на ю тубе заведите его можете там что-то не сбрасывать не делать ничего но вот этот задел он к удаче идет то есть все что вы посеете этой весной это у вас к удаче мои дорогие дальше еще такое когда выпадает у нас единичка пентаклей это еще у нас ключ я вам так скажу тут можно а вот кстати вот этой весной сеять ключи в прямом смысле этого слова да не посеять потерять а посеять прямом смысле этого слова то есть если у вас есть какие-то ваши ненужные ключи например там от дверей там сейфов или еще что-то которое вам не нужны возьмите повтыкайте и в землю и загадать загадайте желание повтыкали в землю загадали желание повтыкали в загадали желание девочки и вот либо где втыкать либо если вы у вас есть свой приусадебный участок земля своя вы можете повтыкать это в землю на своем участке и причем кстати это будет еще играть роль и защиты потом если у вас например квартира куда можно повтыкать вы можете даже в катки с цветами повтыкать хотя бы там один ключик либо на улице там где вы часто ходите вот вам место нравится какое-то вот сюда и втыкните девочки и загадайте желание вот и дело в том что эти желания будут сбываться то спинтакли выпал именно сигнификатором время сеять ключи скажу предсказание на деньги весной 11 старший аркан но в дураке а почему почему ты выпал дальше говорю девочки что у вас не то идет да есть какая-то незамужняя подруга незамужняя знакомая какая-то которая именно незамужняя возможно у нее есть какой-то парень либо мужчина с которым она встречается либо это сын ее с которым с ней живет ну что то такое вот идет что идет здесь она планирует намеревается девочки это темное время суток и темное намерение и выпал 11 старший аркан он здесь идет дураком понимаете у нее плохие намерения в сторону вас они еще не выкристаливались кристаллах скажем так этих платем темного кристалла еще нету но она уже подумывает как-то не очень темно подумать темное облачко в вашу сторону это чем она связана нужда нужда у нее большая ой нужда большая девочки а что она хочет от вас короче это может быть крадница или девочки на вас могут сводить какую-то болезнь свою либо еще кому какие-то гадости то есть на вас намереваются навести негатив до который есть у этой незамужней но у нее есть такой вот либо ребенок подросток сын либо у нее мужик приходящий уходящий либо вот такой парень я не скажу это не муж это короче и это ваше хорошо знакомое понимаете она собирается в темное время суток что-то там где-то чего-то вот прям готовится я вам даже больше скажу какому-то определенному дню она это будет делать а зачем ей это надо потому что у нее нужда а потому что вы выпали без нужды смотрите у нее нет того что есть у вас верховная жрица и король кубков это смотрите если вы замужем или у вас там взрослый хороший сын к примеру идет да или у вас там хороший парень такой ну что можно позавидовать понимаете иван как говорится завидуют но это зависть не особо показывается просто она сейчас окунется в свои несчастье когда это будет это вот даже больше будет перед пасхой вот прям на дно упадет там какие-то эти будут его и она так вот а может слышите к это к пасхе все идет гадость это она завидует тому что есть у вас на нет у нее и связано это с мужчинами понимаете может был вас отец крутой а у нее нет может у вас муж крутой парень у вас крутой да брат у вас крутой ну короче что такое вот что нет у нее вам бы сейчас знаете что я вам посоветую перебрать свои перед подружек таких вот у которых нету типа и хорошие но нужда и и поведет плохую сторону крадницы а и что она крадника сделает не сделает а мы вам точнее не ну не сможет а знаете почему не сможет потому что вы выпадаете королевой жезлов магом девочки выпадаете верховной жрицей но вы почувствуете этот какой-то удар он на он на вас не ляжет вот эта вот гадость не ляжет на вас сразу а вот сто процентов говорится говорит не ляжет но вы ее как-то вот ощутите вот эту подлость нутром почувствуете но это не будет говорить о том что на вас что-то навели ну готовьтесь девочки а как этого избежать как этого избежать раз ты тут спинтакли тут выпал а ну-ка открой эту нам дверь как этого избежать гадости этого твой дом твоя крепость не пускает свою крепость и кстати это девочки крепость она еще такие странные формы имеет это не совсем ваша недвижимость дом это либо что-то алтарное такое либо огороженность какая-то или знаете еще что это может девочки быть забор это может быть что-то это какие-то тут не читается например квартира или дом тут читается вот что-то другое нечто огороженная чем-то ваша крепость и что знаете что это будет короче девочки говорю вам что это будет прям подклад короче очень похоже вот реально но не то что похоже на вещь это вещь какая-то будет и вам сделается вам будут будут кидать подклад в какое-то огороженное вами место это огороженное место не не дом и не квартира а это какой-то вот либо внутри квартиры либо внутри дома короче что-то такое огороженная огороженная вами как забор какой-то или как алтарное какое-то возможно место но я не думаю что вы там пускается знаете а боковое и штук к этому но тут идет девочки такая гадость идет к вам будут кидать вам подклад будет кидать вам подклад нищая больная ваша какая-то хорошая знакомая даже и хорошая сейчас минус вас он тронет этот подклад вы его почувствуете девочки этот подклад вы его почувствуете но выпадает дальше маг то есть это дальше выпадает работа мага то есть макс вас кинет эту фигню и причем этим магом можете так как маг выпадает вам и туз туз тут единица пентаклей выпла и тут скажем так единица маг выпал это говорит о том что вы скинете это но вы как почувствуете и вы знаете как легкая там как толкнули вас или там какую-то подножку поставили это не будет прям на вас отражаться потому что вас как поднимут понимаете и вот это какой но это что-то такое даже я блин ну не кукла и да буду может и буду прочь и ждите какой-то подклад и этот подклад либо вы сами даже вы выкинете возьмете в руки и выкинете его или сожжете его или там еще пункта браточку сделаете знаете как легко подклады убирать вот такие вот какие-то от таких вот больных и нищих которые прям цепляются за кота за крадников крадучие какие-то подклады когда вам крадут берете можно знаете как я например если иголки или еще что просто там ногой ковырнул в перекрестке закопал монетки кинул пошел а либо такой конь гиблое место кладбище но можно не на кладбище можно там вот у меня тоже есть такие гиблые места куда это что-то отвожу и вот будут там скоро тоже кое-что отвозить и короче вот это вот гиблое место она там и сгинет понимаете сгниет сгинет у вас не то что будет работать защита именно в тот момент когда вам кинуть подклад его развернет кто-то не кто-то даже вот а колдун маг может даже вы подберете его и развернете его понимаете развернется в другую сторону и вы тут ее карма следующие продолжится и вот это будет какой то знаете что у вас либо сердце будет аж три пыхлаться так ну то есть вы как-то очень даже его серьезно почувствуете либо очень страшный сон может присниться вы его ничего этого не бойтесь да это просто как вас вот толкнули в спину но него и не упали и вам вот эту бедноту не передают не передадут и не получится ничего потому что будет маг который это развернет в сторону и это будет как обратка какая-то идти до обра . но страшный сук и верховная жрица с королем пентаклей короче и колесница девочки то что короче вам чего-то такого серьезного скажем так пожелают спину и это очень серьезно вас не коснется вы его почувствуете будет какой-то напряженка какая-то почти как паническая атака скажем тогда но она полностью ляжет на того кто и там панической атаки не будет но она бинго сбудется именно с тем кто вот это вам делал понимаете то есть вы почувствуете куда будет такое блин страшное какое-то чувство такое но она на вас не ляжет она вернется то там и единица старший аркан мага это кармическая херня это то что вернется это даже подозревать не будет у него случится именно то чего вам желали это такие разборки вас ждут да а то что вам кинули до кино за этот подклад это будет сигнал потому что вот эта работа началась да и вы вы можете избавиться от него не бояться его и просто это даже вот все прям весной произойдет кому-то прилетит очень серьезная обратка она она весной прилетит назад весной просто прилетит назад будет эта гадость тому кто вас что-то наводил ночью посмотрим девочки знаете я даже очень хочу потом когда я забуду о чем где какой вариант был я перегадаю и вот с пометкой для себя если я выберу этот вариант что я наверно его тоже выберу да я тут для себя помечу и для вас девочки поменьше да что я это увижу и вы это увидите для вас эти новости дойдут что кому-то стало плохо и вот это потом когда с кем-то что-то случится вы свяжите с тем что вам приснилось что-то такое страшное или паническая атака когда было знаете я даже вам советую вот если вы ведете дневнички магические то есть например записывайте когда вы делали ритуалы или например что-то какой-то знаки пришли да то вот вы посмотрите даже возможно где-то будет сыграя сыграно новолуние полнолуние да короче что-то так вот вы будете прям узнаете узнаете вот этого прям человека когда с ним что-то произойдет по тем каким-то знаком негативным которые у вас будут весной вот и все а знаете что это такое девочки вот и почему это тушь пентакль монета вам это выпало она выпала к тому что это расчет черная метка это расчет просто через это надо пройти пережить и все странно давайте на деньги посмотрим предсказание на деньги у вас деньги немного у вас зависли девочки по пентаклям деньги еще у вас вид ну короче одни пентакли выпадают это знаете что обозначает вам надо этой весной поработать над своим денежным каналом в прямом смысле этого слова так чтобы об этом никто не знал то есть ни с кем-то без подружек без знакомых и все остальное короче раскидывать его нет и на перекрестках если кто любит 666 число пожалуйста пользуйтесь им тоже когда вы его будете видеть вам тоже будет хорошо то есть значит вы в правильном направлении 5 на этот под кто любит 666 и кто к нему относится да во первых это как говорится тоже число дьявола скажем так но это хорошее число оно хорошо для очень чистых людей которых которые которые вот числе чисты внутри потому что если чуть чуть не частота она идет вместе какую-то ну короче так что и вам надо поработать над денежным каналом потому что они как знаете в навесном потолке который натяжной потолок они как будто знаете как вода скопились над вами в пузыре но этого дождя из денег нету поэтому нам надо деньги из того как говорится потустороннего мира принести в этот мир для того чтобы принести самое простой денежные ритуалы любые девочки понимаете со свечами зерном на улице дома короче что он будет идти заговоры но я я вам советую даже именно ритуалы такие делать просто ритуалов миллиард ритуалы можете делать любые мои дорогие вот такой вот котики мои у нас с вами 3 2 вариант был третий вариант убираем я 2 и показываем девочки смотрим 3 предсказание на деньги так у нас выпала троечка жезлов это девочки говорит о том что вам будут идти деньги деньги но не были не особо большие скажем тогда тут пришло чуть-чуть тут пришло тут пришло тут пришло причем деньги будут идти с небольшими задержками да то есть вы не ожидаете определенную дату например получения денег потому что где-то может откладывать на день день неделю там месяц то есть деньги будут идти в но таких вот небольших количествах и с небольшой вот такой вот задержкой давайте еще посмотрим деньги весной 24 по жезлов выпадает короче еще мужчины хотят вам приносить эти деньги 14 шарка 21 короче что вам скажу у вас идут деньги девочки небольшие плюс идут деньги от мужчин то есть даже если вы занимаетесь бизнесом пожалуйста обращайте внимание на мужчин и кстати вот кто например на рынке торгует есть такая примета что первым покупателям если будет мужчина то потом будет ввести в торговле да у вас что-то похожее идет то есть желательно чтобы вам денежку в начале дня в это и вообще давал мужчина камень конечно с мужчинами больше сюсю мусю девочки просим где-то денежки не жалеем по мелочи по мелочи по мелочи но вот знаете по мелочи вам и будет много чего такого интересного приходите вам будут хотеть эти деньги приносить именно мужчины обратите внимание на мужчин если у вас бизнес например больше заточен на женщин все равно обхаживайте бывший мужчин понимаете дальше интересный такой момент идет что у вас деньги идут через мертвых почему-то тоже то есть через мертвых то есть вам денежка будет идти от упокоенных и были денежка идти от живых мужчин что значит деньги будут идти от упокоенных упокоенных ну от мертвых 13 старший окон от мертвых вот это сшельника мертвого рыцарь пентакли от мертвого а что-то за деньги к вам тоже от мертвых мужчин девочки много мертвых мужчин деньги королева жезлов ваш пентакли вы получите деньги я не знаю как это интерпретировать на самом деле да но тут идут деньги от живых и деньги от мертвых и причем от большого количества мертвых и от живых девочки живых это тех которых вы сами подпустите а мертвых звать не надо они сами придут деньги вам будут носить причем как понять деньги от мертвых девочки деньги от мертвых они появляются непонятными путями приходят до то что вы не можете объяснить то есть любые денежные средства которые вам будут приходить которые вы не можете объяснить это деньги от мертвых например вам под ногами будут попадаться монетки деньги будут валяться вы можете находить и это будут оброненные либо мужчинами деньги ну короче вот потом можете даже небольшой не играть в большие там выигрыши лотерейки но там где-то там лотерея возможно кому-то будет вести но если вы прям кстати если занимаетесь медуизмом если вы у вас как-то общение с мертвыми даже есть или вам приснятся покойники то это тоже к деньгам будет мои дорогие это весной у вас возможно какое-то получение наследства будет тоже от мертвых хороши даже какие-то покупки перепродажи чего-то от мертвых то есть вещи если покойных вам надо будет продавать продавайте тоже деньги нормальное хорошее принесет это ну всякое бывает правда в жизни у нас денежки к вам будут знаете в чем прикол стабильность этих денег вам идет давайте еще глянем предсказания на деньги этой весной деньги этой весной у вас открыт денежный канал у вас все с ним принципе хорошо все будет девочки и ну еще плюс деньги от мертвых идут как ни странно будете вы получать а когда не ждете вы прям не ожидаете этого что они придут они будут при и приходить к вам вот вы даже удивляться будет неожиданно как-то это все будет вас ждут и денежки денежки так что девочки я вас поздравляю третий вариант такой хороший на самом деле вы выбрали хороший вариант и и тут даже какая-то есть легкая рука у вас легкая рука давайте еще посмотрим что будет с деньгами у вас дьявол мечи верховым для верховной жрицы император у вас весна достаточно хорошая понимаете но вы вот прям вы как между миром мертвых и миром живых как идете по коридору слева у вас палаты с живыми справа с мертвыми и вы идете вы там слышите вот какие-то разговоры и крики от них да она вы идете по своему этому это не просто коридор это какой-то денежный канал вы идете по денежному коридору какому-то и вам и оттуда и оттуда будет как-то приходить девочки ожидаем от живых и неожиданно от покойных вот такой вот мои дорогие третий вариант и давайте посмотрим четвертый вариант на денежки гадаем предсказание на деньги весной 24 года так у вас выпало 6 старший аркан влюбленная весна у вас будет хорошая сразу вам говорю особенно в деньгах влюбленные то есть денежки будут к вам идти девочки шестерка это вообще карта богатых людей карта людей которые знают что такое деньги как обращаться с ними тоже знают все знают давайте посмотрим на деньги рыцарь пентаклей какое-то путешествие вас ждет девочки отдых какой-то до ждет потратитесь но эта трата будет как на короче вы девочки это этой весной будет какой-то у вас отдых или такой глобальный скажем так даже шопинг и вы как потратите много денег но эти деньги вы потратите именно на себя на себя любимую все что вы приобретете этой весной то что будет какая-то покупка хру но все даже не одна ваши все покупки этой весной они на ваши украшения идут они идут именно на вас ну не то что мы гостические да но именно вас украшают эти покупки вот прям как надо вот у вас даже не сколько прям идет много денег сколько идет на покупке что-то для себя любимой траты такие идут но вы будете с одной стороны переживать по поводу того что вы как-то много тратить этой весной но фигня в том что вы себя и оденете и обуйте и это и в недвижки касается и касается ну короче движимого и недвижимого имущества то есть это либо какие-то крупные покупки будут у вас до или может не такие крупные но вы как и будете переживать блин у меня там ничего не осталось или как на последние деньги все остальное но вы себя оденете обуйте это будет купленная корона вам ваша корона которую как говорится никто не заберет отшельник в 13 стаж и марканом это что значит короче девочки смотрите этой весной у нас еще что у вас тоже такое общение с мертвыми идет на самом деле да то есть что-то погостное у вас тут нарисовывается возможно это время мне показывает здесь да то есть время посещение кладбищ родоница или там другие какие-то дни когда вы выберетесь на кладбище это как отправная . будет как вы это зайдете в кладбище сделайте свои дела выйдете и вот какая-то потом будет у вас это какая-то покупка такая я так к этому склоняюсь очень похоже как вот прям вы столкнулись вот этот ветер идет не весенний ветер да а вы стоите как на горе усопших и ветер свежий в лицо идет а потом вы спускаетесь как в мир живых попадаете а у вас что-то новое такое есть понимаете тут покупки какие-то идут это какой-то но я не буду тут там мне ну скажу это как было благословение до через мир покойных девочки идет к вам и говорится это мы до обдобряем сказали свыше на вашу покупку да то есть на то что вы себе вот эту какую-то корону купите вот то что будет именно вам принадлежать то что будет вас украшать там вот что-то будет связано вот именно с посещением кладбищ девочки с радуницей то есть готовьтесь такие дела украсьте себя и весной девочки прям вам это все одобрено будет свыше свыше одобрено как будто таки надо чтобы это имели так а что еще по деньгам это не крадница это ворюга выпала выпала ворюга это баба это даже не хочется назвать женщиной потому что женщина большой буквы это мы с вами а тут выпала какая-то баба ворюга ворище ворюга выпала девочки ворюга которая будет как-то пытаться что-то у вас умыкнуть или умыкнет это или она должит у вас а потом это не вернет понимаете умыкнет может может даже перепре продаст а не отдаст никогда это не будет повлияться вы обнаружите какую-то пропажу и вот это вот пропажа своровала женщина ворюга ворюга идет что это такое за ворюга то такая звезда опять таки девочки короче смотрите у вас идет впереди крупная по какая-то покупка денежки вы будет тратить на себя на свою корону под корону я имею ввиду движимое недвижимое шоппинге все остальное но будьте предельно осторожны потому что здесь где-то ворюга идет какая-то и вот она кстати тоже вот связано с этим вот празднеством усопших смотрите чтобы вас ничего не своровали вот знаете когда я вам скажу перед пасхами перед пасхами девочки перед пасхой православной католической неважно какое вот теперь примерно перед этим временем воришка женщина ворюга так что еще короче и еще тоже советую вам как и в третьем варианте поработать над денежным каналом потому что по пентаклям денежка у вас еще застряла то есть вы можете достать еще больше денег делая денежные ритуалы почему бы нет девочки делаете тут ничего страшного нет вон сруной феху поделайте до свечи какие-нибудь пожгите на растущую луну желательно все ритуалы на деньги делать хорошие для для того чтобы вам везло я советую тоже там на люки наступать да и загадывать какую-то сумму денег которую вы хотите получить но сильно большие не загадывайте чтоб там если не хотите чтобы жизни в корне менялась потому что когда бы загадываешь я однажды загадала девочки миллион долларов вот решила вот по загадывать миллион долларов как у меня начало штормить меня ё-моё и я вот понимала насколько моя жизнь в этом плане не организована для того чтобы миллион долларов иметь да то есть меня там это начало вот прям какие-то вообще изменения в жизни пошли что у меня же волосы дыбом становились да а потом я такой думаю нет я загадаю свои вот и все и как-то у меня все устаканилось поэтому будьте осторожны еще как во втором варианте я говорила про ключей кому интересно вы можете тоже сейчас вот что пожнее сеешь ты пожнешь можете прикапывать ключи ненужные ключи в землю втыкаете вот эти ключницы острые острые частью вниз да и загадываете желание какое-то тоже будет работать девочки у вас потому что пентаклей это как у вас еще денежки вот на не над вами в тучке висят а это надо только лапки прелик протянуть вверх они они протянуть так в общем такие дела мои дорогие давайте еще посмотрим давайте еще глянем предсказание на деньги этой весной 24 будут эти денежки девочки вам опять ворюга вот опять ворюга выпала варик ворюга выпало так что смотрите в оба не давайте сумочки свои надо поритуалить и плюс еще обратите очень серьезно внимание на то время посещения кладбищ вот там у вас какие-то решительные моменты интересные будут много что есть говорится ритуалами вынуть еще звезда ну короче и и самое важное у вас какие-то такие интересные покупки будут примерно во время посещения кладбищ на родонец еще раз повторяю у вас с этим девочки куда идут на весну такое вот предсказание все мои дорогие любимые мои котики я за вас все равно пальчики держу пусть у вас деньгами будет все хорошо чтобы вы не загадали пусть у вас сбудутся ваши желания и хотелки все котики пока пока